Эта неделя на канале «Власть Плащенко» на YouTube-канале с вами опубликовала интервью с Дарьей Мастикашевой, которая была последние годы гражданской женой Сергея Соколова. Она только вышла из Днепровского СИЗО, она была в списке тех людей, которые обменяли, да, в списке военнопленных. Более того, ее адвокат говорит, что Сергей Соколов тоже скоро будет освобожден. Сергей Соколов был не охранником Березовского, не начальником охраны, как пишут многие. Да, он просто был, у него было пиар-агентство, с которым сотрудничал Березовский. Но я знаю, что ты дружил не только с Березовским, но знал немножко и Сергея Соколова. Соколова, да, конечно. Ну, это компания «Атолл», в которой она не была пиар-агентством. Это была такая служба информации. Сергей… Да, они занимались многими вещами, в том числе и снимали, по-моему, в Думе приема Волоковаска все, что там происходило. Да. Что они сделали. Конечно, конечно. И при этом Сергей никогда не имел никакого отношения к спецслужбам. Это тоже распространенный миф. То есть, а он не был никогда ни охранником Березовского, ни начальником службы безопасности. Березовского всеми этими вопросами занимался Бадри Шалович Патракцишвили, ныне покойный. И вот именно Бадри Шалович поставил Андрея Лугового и других людей, которые ассоциируются с охраной Березовского, которые потом вроде бы как отравили Александра Вальтеровича Литвиненко, хотя тоже эта история расследованная, изученная не до конца. Нет, Шалов, и он не имел никакого отношения, извините, повторяюсь, к спецслужбам. И, собственно, больше того его позиция состояла в том, что когда ты занимаешься вопросами безопасности и разведки, нельзя ни в коем случае привлекать ветеранов спецслужб, потому что они обязательно тебя сдадут в решающий момент. Или в своих частных интересах, или в интересах тех спецслужб, на которые они якобы перестали работать. А как ты думаешь, куда попал архив Березовского? Все, что снимали в Лаговазии, там же снимали буквально всю историю по крупице того, что было в конце 90-х. А ты попал к спецслужбам? К Путину попал или где-то в другое место? Ну, это лучше спросить Сергея Соколова, который, знаете, досконально, если он действительно выйдет скоро из тюрьмы, но он не по обмену с украинским военно-пленным. Ну, понятно, он в Лефортово находится, но только выйдет по доброй воле людей, которые возглавляют... Нет, у него заканчивается срок, он же сел за попытку организации провокации на Тольяттинском химическом заводе, как он называется, ТОАС, я забыл. Вообще Сергей Соколов очень умный человек, он классический прирожденный авантюрист, и классический пример того, что авантюристам хорошо быть в молодости. А с возрастом авантюрную жилку в себе надо немного прикручивать, потому что то, что легко сходило ему с рук 20 лет назад, ему не сошло с рук на определенном этапе его карьеры. Поэтому где архив, надо спросить у него. Но я нисколько не сомневаюсь, что как минимум еще 12 каналами этот архив, безусловно, был передан куда надо. И здесь я хочу разведить... Это я делаю не в первый раз, но тем не менее, может быть, это будет услышано в первый раз. Потому что так часто бывает, что говоришь, 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 тебя не слышат, а потом в какой-то момент скажут, и тебя все спрашивают, что ты раньше этого не сказал? Как не сказал? Я всю жизнь это говорю. Не-не-не, что ты только сейчас это сказал. Что конфликт между Борисом Березовским и Владимиром Путиным был сильно преувеличен. Они не были врагами никогда. В том числе до последней стадии жизни Бориса Абрамовича. И Путин все знал. Огромное количество стукачей было в окружении Березовского. И тут, так сказать, деятельностью Сергея Соколова все не исчерпывается. И попал архив, не попал. Архив в полном или объеме, или в неполном, не так важно. Потому что Березовский не мог ничего скрывать. Это у него была такая привычка. Если он вынашивает какой-то замысел, пусть даже самый страшный и мрачный, он должен был найти трех-четырех человек, которым он обязан об этом рассказать. И с этого момента это переставало быть тайным. Это очевидно. Кроме того, он пытался научиться обманывать людей с помощью дезинформации. То есть вот его спрашивают, какой сегодня день. Сегодня воскресенье, он говорил, сегодня четверг. Опять же, по старому еврейскому анекдоту, у всех субботы у меня четверг. Но это дело так неубедительно, что было с самого начала ясно, что, скорее всего, сегодня воскресенье. А не четверг, как он утверждает. Но обрати внимание, что ничего страшного с ним не произошло за все время его сидения в эмиграции. То есть он активно дергал Путина за усы. Он действительно поддержал финансово-оранжевую революцию. Он участвовал в финансово-организационной украинской политике и потом, хотя в меньших масштабах. Ну, суд с Абрамовичем, это все-таки было страшное происшествие для него. Сейчас все расскажу, поскольку все-таки этим блоком вопросов я владею неплохо. Он лез в Грузию, он лез в Киргизию. Все это делалось с одной единственной целью – привлечь внимание Владимира Владимировича Путина. Когда мальчик-хулиган дергает девочку за косичку не с целью с ней поссориться, а скорее наоборот. Он хотел обратить внимание Путина на то, что надо бы ему возвращаться, ему, Березовскому, возвращаться в Россию. Из-за этого возвращаться в Россию. Это, кстати, понимали не все люди, которых Березовский ангажировал, которых он привлекал к сотрудничеству с собой, поэтому из-за этого многие люди подставились. Они-то думали, что он воюет с Путиным на самом деле, но он воевал с Путиным не на самом деле, а в качестве трамплина для примирения с российским президентом. И Путин ничего страшного с ним не сделал. Он не отравил его ядом новичок, там, ничем таким. Да, ведь если луговой кофту... Некоторые считают, что он задушил его шелковым шапиком, понимаешь? Прошло много лет, да? Борис Абрамович покончил с собой в марте 2013 года. А война его с Путиным длилась с 2000 года, как минимум с момента, когда подконтрольный тогда, подконтрольный тогда Борису общественно-российское телевидение, ныне Первый канал, мочил Путина за катастрофу атомной подводной лодки «Корска». Это было очень болезненно для Путина. Он был молодым, неопытным президентом. Он считал, что член его команды, которым тогда был Березовский, не имел права так поступать. И по понятиям Путин абсолютно прав, а Березовский абсолютно не прав. Да, он не должен был мочить его на Первом канале. Если у него были претензии, он должен был прийти к Путину в кабинет. А такая возможность в то время у него была, и все, изложить ему все претензии. Но не выносить их на публику. Ни в коем случае. Поэтому с момента, когда у Березовского отобрали телевидение в сентябре 2000 года и до его гибели прошло 12,5 лет, и за все это время Владимир Путин не использовал никакие возможности, чтобы нанести действительно Березовскому критически несовместимый с жизнью ущерб. Луговой кофт как бы отравили литвиненко. Ну, допустим, это так. Но самого Березовского они даже не пытались отравить. Хотя следы радиоактивного полония вроде бы нашли в офисе Бориса, но с ним ничего не случилось. Он даже не заболел. То есть никаких приказов, направленных против него, Путин не отдавал. А экономическая и финансовая катастрофа Бориса Абрамовича, ну, во-первых, она была вообще предрешена, потому что человек, который так относится к деньгам и так обращается с деньгами, не может не стать банкротом. Это очевидно. Но был связан не с Путиным, а с тем, что финансами управлялся тот же Бадри Шалович Петр Кцишмеля. И когда он скоро постижно скончался в 2008 году, выяснил, что у Березовского нет активов. Они все оформлены через пень колоду, в том числе на родственников Бадри. Тогда Березовский пытался заключить пакт с вдовой Бадри Шаловичей и Инной Гудавадзе. И в рамках этого пакта, воспользовавшись внезапностью, а также он считал, что Инна Гудавадзе не разбирается в том, что происходит, не понимает происходящего никак, что она простая грузинская женщина без образования, забрать половину активов в рамках этого пакта, но Инна Гудавадзе, опираясь на помощь инвестбанкеров, которые обслуживали Березовского ЖЭР, и его сдали и предали в этот момент, поняла, что не надо ничего, что нет никаких документов, подтверждающих причастность Березовского к этим активам, поэтому никого пакта не нужно. Потом еще выяснилось, что через... Ну, это не выяснилось, Березовский это знал, что очень крупную сумму денег, полмиллиарда долларов, Березовский и Бадри вместе вложили в акции холдинга «Металлоинвест», одного из крупных российских металлогических холдингов. И потом, когда Березовский стал интересоваться, где же его акции «Металлоинвеста», в которые вложены 500 миллионов долларов, ему неожиданно достали из портфеля бумажку, подписанную Бадри Шаловичу, о том, которому было заверено лондонским нотариусом, о том, что никакого отношения к этому приобретению физическое лицо Бориса Березовского не имеет. Потому что, когда партнеры по «Металлоинвесту» продавали эти акции, они сказали, что они, с учетом всех политических рисков и позиций Кремля, могут продать акции только на таких условиях, что будет бумажка о том, что Березовский здесь ни при чем. И без ведома Березовского эту бумажку Бадри Шалович справил. Поэтому вот это и есть причина банкротства Березовского, после чего он ввязался в безумный совершенно процесс с Романом Аркадьевичем Брамовичем. И здесь проявилось то, что подводит очень часто русского человека на Западе. Не только Березовского, но особенно человека его поколения, который никогда не учился на Западе, никогда не осваивал западные практики, не постигал западных теорий. Потому что все мы можем быть жуткими сторонниками демократии, западниками, либералами, кем угодно, но когда мы оказываемся в каких-то сложных жизненных ситуациях, мы ведем себя как совки. Или как минимум, как люди с постсоветского пространства. Он считал, что поскольку евроатлантический мир, и в частности Соединенное Королевство, недовольно Путиным, а Роман Абрамович, близкий друг и партнер Владимира Путина, то, конечно, суд примет решение в пользу его Березовского. Простая мысля, которую всякие проповедуют из нас, пока это не касается его лично, о том, что суд в Лондоне независим от государства, никому не приходит в этот момент в голову. Суд таки оказался независим от государства. Судье баронесси Элизабет Глостер в Лондоне, высоком суде города Лондона, было абсолютно все равно, кто такой Абрамович, и кто такой Березовский. И как они соотносятся с Путиным. Это не имело никакого значения при вынесении решения. А в решении, которое я читал своими глазами. Вернее так, Березовский проиграл процесс в первый день. Это было очевидно всем, кроме него. Потому что ему был задан вопрос. Он, во-первых, совершил тактический... Извини, что я так долго рассказываю, но мне кажется, что эти подробности интересны. Они поднимут рейтинг нашей программы. Он совершил... Да, он... В крайнем случае, ты вырежешь этот кусок моего текста. Из нашего прямого эфира. Он совершил большую тактическую ошибку. Он решил выступать в суде по-английски. Это тоже такое наше совковое представление, знаешь, что вот если ты говоришь по-английски, ты интеллигентный человек. А если отказываешься говорить на языке оригинала, то вроде как лох из провинции. Но Березовский недостаточно хорошо говорил по-английски. И поэтому его текст был не до конца понятен суду. А Абрамович, который... Да, английским владеет еще гораздо хуже Березовского, но отдает себе в этом отчет. Он говорил через переводчика, поэтому все, что он говорил, было абсолютно понятно суду. И уже на этой стадии Березовский его проиграл. Но проиграл он в первом же вопросе в суде. Когда адвокат Абрамович его спросил. Господин Березовский, в 2000 году в интервью изданию Forbes вы утверждали, что не имеете к компании СИП нефть никакого отношения. Сейчас в этом суде под присягой... А врать под присягой это самое страшное преступление, которое бывает в том мире. Это у нас, думаю, что можно врать в суде, и ничего не будет. И, собственно, в наших постсоветских судах так оно и есть. Так и есть, да. Значит, вы утверждаете, что вы были крупным акционером компании СИП нефть, и вам не доплатили за ее акции. Скажите, когда вы солгали? Тогда или сейчас? Надо сказать, что когда бы он не сказал, что он солгал, он проиграл. Потому что доказано главное, что он лжет. Это страшнее всего остального. Страшнее фактической стороны вопроса. Любовь. То есть легче... В современном суде лучше признать совершенное преступление превентивно и в инициативном порядке, чем отрицать, если есть достаточные доказательства его совершения. После чего Березовский, который любил использовать силу своего обаяния, оно действительно было. Он только не учел, что она никак не действует на баронессу Глостер, которая вакцинирована от обаяния участников судебного процесса, сказал, ну, хороший вопрос, да, хороший вопрос. После чего баронесса пришла в ярость и сказала буквально следующий текст. Она сказала, господин Березовский, это не хороший вопрос. Это очень плохой вопрос. Только в одном. Вам придется прямо сейчас на него ответить. Все. Дальше всем... Ну да, и судьба процесса была решена, на самом деле. Судьба процесса была решена, во что не верил сам Борис, который до конца считал, что потому что он враг Путина, а Абрамович друг Абрамовича засудил. Абрамовича не засудили. В результате Борис остался без всего имущества, а главное, он остался без самоощущения важного человека, который был для него кличестережневым, системообразующим. Потом он писал эти письма Путину, пытался... Одно передал Абрамович, другое передал немецкий, немецкий партнер того и другого, Березовского и Путина. Письма эти фантасмагорические. Путин, в общем, читал их, прослезившись, как говорят свидетели, потому что было видно, в какой тяжелой яме находится психологический Березовский. И даже то, как он относился к этим письмам, что он не огласил их, не придал их огласки и никак не использовал против Березовского, говорит, что он не считал его врагом. Он был по-прежнему благодарен за тот вклад, который Березовский внес его в президентство. Но он ему не ответил, не подал сигнал о том, что он их прочитал, к сожалению. Возможно, он бы тем самым его спас. Категорически не хотел видеть Березовского в России. Категорически. Он считал, что это крайне вредно, что Березовский, что бы он там ни обещал, все равно будет интриговать и с целью привлечь к себе внимание может не нести большой вред этой стабильной путинской системе, в чем он был, видимо, не совсем не прав. Но когда он получил эти письма, то странным образом Роман Аркадьевич Абрамович отказался от требований 100 миллионов фунтов компенсации судебных издержек к Березовскому. И вряд ли он это сделал без совета Владимира Владимировича. Поэтому там очень сложные садомазоотношения, о которых, может быть, еще стоит написать книгу. Но я этим займусь не раньше, чем лет через 20. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok